Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я думаю, братья и сестры, что каждый из нас с вами так или иначе участвовал в тех или иных разговорах о вере, с людьми, которые даже еще не на подступах к храму находятся. Так, простые наши приятели, сослуживцы ли, или просто какие-то люди, встречающиеся нам на нашем жизненном пути, которые далеки от храма и которых так или иначе мы пытались не то чтобы просвещать, но по крайней мере рассказывать что-то о нашей вере. Я думаю, это каждый из нас в какой-то степени соприкасался. Я думаю, что всем нам хорошо известно сейчас такой мирской посыл, мирское мнение о вере, Бог един. Ну и дальше, в общем-то, сильно не рассуждая, но делаются такие выводы, что, мол, ну какая разница, где родился, там изгодился, мусульманин ты, католик ли ты, протестант ли ты, все едино, в конечном итоге Бог един, и к Нему все равно приходим. И вот сегодняшняя Евангелие нам напоминает нечто другое. Оно упоминает нам с вами о краеугольном камне, краеугольном камне, на котором зиждется наша с вами вера, наше с вами исповедание Бога. И еще в апостольском послании, сегодня читавшемся, апостол Павел так и говорит, кто во Христа не верует, кто Христа не любит, да будет он маран афа. То есть, по сути своей почти что пропали. Во всяком случае, человек, с которым нет никакой нужды соприкасаться верующему человеку. Все строится на вере во Христа, Спасителя нашего. Он является главой угла. И сам Спаситель по этому же самому поводу и приводит к притчу. Притчу житейскую, где дымовитый господин вырастил виноградник, и потом, как вы сегодня слышали в Евангелии, слуги были побиты, и даже Сына Единородного никто не пожалел. Но весь вопрос этот был не просто праздным, потому что Христос в конечном итоге и заключает всю эту притчу словами пророческими, ветхозаветными. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Мы с вами все время это возглашаем на воскресных всенышнах. В субботу вечером, после Великой Евтеньи, всегда идут слова этого пророчества, в конечном итоге, о камне, который отвергли зиждители, сей бысть во главу угла. Камень во главе угла. И это дивно в очи всех наших. Мы этому веруем, потому что все наше спасение строится на нашей вере во Христа Спасителя. Мы приходим в Храм Божий, и в конечном итоге мы останавливаемся в четком сознании своей собственной греховности. Мы знаем с вами, что мы грешны. Мы знаем с вами, что мы совершаем преступления против Бога. Особенно это остро чувствуется, когда человек впервые приходит в Храм Божий, и начинаешь ему задавать вопросы хотя бы о заповедях Божьих, и я вас уверяю, что мало кто способен перечислить больше 4-5 заповедей. А их 10. Не так уж и много вроде бы запомнить. Но все, что касается непосредственно взаимоотношений человека и Господа Бога, это не помнится. Люди более или менее помнят взаимоотношения человека и человека. С ближним своим. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. Излетко кто помнит чти отца своего и мать свою. Кто-то помнит о зависти, кто-то помнит о привлюблении деяния. Но во всем случае мы плохо ориентируемся в законе Божьем. И вот приходя сюда, мы понимаем, что вот есть человеческие вещи, мы их как-то помним. А то, что касается Господа Бога, нет. И все-таки Христос всегда поворачивает наше с вами сознание именно на исповедание Господа Бога. Он является для нас, для всех, самой-самой высшей ценностью. И посланный им Господь наш Иисус Христос. Апостол Павел говорит, только одним именем мы можем спастись. Именем Христова. Потому что, так как мы являемся с вами все преступники, а знаем, что нас ждет в конечном итоге суд, и не просто суд, а страшный суд, суд нелицеприятный, где все наши деяния, которые мы здесь умело скрываем в жизни, будут выявлены абсолютно четко и ясно, и скрыться от наших злых дел и грехов нам никому не удастся, то, по сути своей, мы уже заранее можем предположить, предположить, что другого исхода, как осуждения, для каждого из нас нет. Только осуждение, только гиена. И однако же мы сюда приходим, приходим в надежде на Христа, на то, что суд этот будет, да, безусловно, праведным, да, безусловно, мы увидим все наши грехи, но мы рассчитываем только на Его милость, на величайшую Его милость, что Он своей любовью, незреченной любовью, покроет все наши грехи, и мы сможем войти в Царство Небесное. Мы можем оказаться не в аду. И этим обусловлена вся наша вера. Вера во Христа. Во Христа, как нашего с вами Спасителя. Если Бог один, то стоило бы, наверное, любого упрошавшего нас, или восклицавшего эту самую тираду, спросить, да, Бог один, но вот мы христиане, и если ты христианин, то в какого Бога ты веруешь? И в конечном итоге ответ-то один, в Господа нашего, Иисуса Христа. То есть Христос для нас с вами является Богом. Мы Его исповедуем как Бога. Но тогда в таком случае вопрос, а у мусульман, да, Бог один, мусульманин Бога верят, но кто Христос для них? И для них тоже с неизбежностью идет ответ. Для них Он, да, праведник, да, святой, с их точки зрения, но Он всего лишь навсего пророк, Он не Бог. Они не поклоняются Ему как Богу. И мы верим в Бога, и они верят в Бога. Но насколько по-разному получается. Вот это вот самое основное в нашей вере. Есть такие свидетели и Егобы, которые все наше священное Писание, в отличие от мусульман, почитают, перечитывают его регулярно, и, наверное, знают его лучше, чем многие здесь стоящие. Это возможно очень, потому что они его цитируют и направо, и налево. Но для них Христос является Сыном Божиим, и на этом все заканчивается. Сыном Божиим, который не является самим Богом. И для них Бог один. И они в Бога веруют. Но опять-таки, все-таки не в того, в котором мы веруем мы. А если мы будем говорить о иудеях, то для них Христос, которого ждали отцы их, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и многие другие пророки, и, в общем-то, весь древний Израиль, то для них именно этот же самый Иисус из Назарета всего лишь навсего лжец и обманщик, и узурпатор власти Божьей. И для них он враг, и никак иначе. Но веруют они тоже в единого Бога. И вот об этом нам с вами надо помнить всегда. Не потому, что они хуже нас, не потому, что они какие-то скверные люди. Совсем не так. И среди мусульман, и среди иудеев, и среди свидетелей Иегова, наверняка есть замечательные и чудесные люди. Вопрос ставится о вере, а не о человеке, в данном случае. Во что я верую и куда я иду? И вот этот вопрос очень важный, для того, чтобы мочь донести до каждого человека свое исповедание. Свое исповедание, которое зиждется на камне, который отвергли строители. Именно об этом говорит Христос. И тут же это все понимают люди, сидящие вокруг него, фарисеи. Потому что они возмущаются. Это чуть дальше, и в другом фрагменте Евангелия аналогично. Они понимают, что это про них, и поэтому хотят его даже побить камнями. Потому что он говорит о себе, как о том самом источнике веры, который не будет принят. И вот в этой самой иудейской среде, где он проповедует, и для кого он говорит, это является страшным соблазном для многих. И многие не придут к этим путем. И именно об этом-то и говорит Христос. Злых зле истребит. И мы с вами, питающиеся Ветхим Заветом, как источником текущим в жизнь вечную, который исшел из Ветхой Заветы, из иудейской среды, мы так разделились с этими людьми. Так катастрофически разошлись наши понимания Бога. Еще раз повторяю, я не хочу, чтобы мы враждебно относились к людям, но мы должны четко знать, во что они веруют и во что веруем мы. И эту разницу обязательно отставить своим сердцем всегда, во всех разговорах, во всех беседах наших. Потому что в конечном итоге, и для нас все равно эти слова актуальны. Камень, который отверглись и ждители, сделался главой угла. Не предадим ли мы с вами сами своей жизнью Христа? Не отвергнемся ли мы сами от Него? Потому что те самые люди, верующие, правоверные иудеи, ждавшие Христа всем сердцем своим и всей своей жизнью, в конечном итоге вдруг Его не приняли. Не приняли Его по своей косности, по своей гордыне, по своему непониманию Божьего пути. Но не приняли и отказались. И отвержены от Божьего удела. Это не мешает никому из них и сейчас прийти к Богу, к нашему Богу, в Которого мы веруем. Но только здесь необходимо всегда помнить, Он Христос, то имя несет, в Котором только одним надлежит нам всем спастись. Это путь нашего спасения. Путь спасения через милость Божию, через неизреченную Ее любовь, когда и мы грешные. Несмотря на наши грехи, можем быть омыты Его кровью. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне и присло, и во веки веков. Аминь.